Менее недели осталось до наступления лета. Большинство школьников закончили учебу, а это значит, что не за горами пора летней оздоровительной кампании. Именно поэтому накануне в городской администрации вновь собрались члены комиссии по безопасности дорожного движения. Полицейские чиновники обсудили проблему подвоза детей в загородные лагеря, ставшие уже актуальны на сегодняшний день. Ведь уже не первый год школьникам, отдыхающим в Ермаке и Чайке, приходится штурмовать в последние несколько сотен метров до лагеря в гору пешком. Напомним, подниматься на автобусе здесь небезопасно, так как дорога не соответствует требованиям полицейских. Мы в рабочей встрече встречались, обсуждали вопрос по поводу закрытия переездов на Бочурино, в целом, имели комбинат. То есть необходимо принять меры, чтобы, может, с вашей стороны тоже, чтобы закрыть переезды. Поскольку мы комбинат на сообщение соответствует требованиям переезда, то есть он не должен располагаться. То есть он находится в кривой дороге, то есть спуск подъема с обоих сторон строения ограниченная видимость на менее 20 метров составляет. То есть у нас, в принципе, факт, нет пространственных происшествий, то есть мы, конечно, не с участием подвижного состава, а так с участием транспорт-транспорт. Ну и также по Бочуриным переездам, по сути, он сейчас не идет никуда. Другой важной темой для обсуждения стали железнодорожные переезды у мелькомбината и на вокзале. Ныне они уже не используются, поэтому в ближайшем будущем запланирован их демонтаж. Работы по устранению безопасных переездов будут проходить в ходе ремонта дороги по улице Бочурино. Сам ремонт участка федеральной трассы, проходящей по этому маршруту, запланирован на летний период нынешнего года.